Привет, друзья! Представьте себе, что где-то там, среди бескрайних просторов нашей планеты, скрываются вещи, о существовании которых мы даже не подозреваем. Сегодняшняя подборка видео приоткроет занавес над миром удивительных, странных, шокирующих и абсолютно невероятных находок. Возможно, вы уже готовы стать свидетелем чего-то необычного. Поехали! Руби Фоллс – уникальная природная достопримечательность. Это водопад высотой 44 метра, расположенный под землей в горах Лукаут, штат Теннесси. Обнаружил его исследователь Лео Ланберт в начале 20 века и назвал в честь своей жены. В испанской провинции Уэльва насчитывается более 200 ритуальных захоронений эпохи Неолита. Самое известное – Дольмен де Сота, сооруженное в 3000 году до н.э. Здесь были найдены останки неандертальцев и кроманьонцев, а также орудия труда первобытных людей, посуда и наскальная живопись. При раскопках в центральной части Египта археологи обнаружили кувшины с вином, возраст которых более 5000 лет. Находка сохранилась в хорошем состоянии, а сами кувшины имеют внушительные размеры. Святилище Сахасролинга – одно из самых почитаемых в Индии. Оно находится на реке Шалмала, где на прибрежных скалах и в самом русле реки высечены из камня фигуры бога Шивы, его бога Нанди и символы плодоносящей силы божества Лингамы. Причем видны скульптуры лишь во время жары, когда река мелеет. Шиченг – древний город, основанный в Китае около 621 года. Сейчас он находится на дне искусственного озера, 40 метров глубиной и доступен для исследований археологам, а также любителям дайвинга. Кладбище кораблей в гавани города Муйнак в Узбекистане. Еще 50 лет назад здесь был оживленный порт, куда приходили корабли, полные рыбы. А потом Аральское море начало катастрофически милеть. Сейчас здесь можно увидеть лишь ржавые рыбацкие лодки посреди выжженной солнцем пустыни. Чего только не найдешь утром на морском побережье после ночного прибоя. Я бы оставил себе такой необычный экземплярчик. Непременно. Если вы думали, что пирамиды – наследие лишь Египта, то поспешим вас заверить в обратном. Ведь не так давно гигантская пирамида была обнаружена в Антарктиде. Да-да, вам не послышалось? Это загадочное сооружение было найдено под огромным слоем снега в самой холодной точке планеты. Пока ученые ищут логическое объяснение столь необъяснимой находке, высказывая предположения о неведомых нам ранее цивилизациях, любители конспирологических теорий уже выстраивают свои версии. Мы по-разному представляем себе монстров. И некоторые неизученные наукой существа зачастую именно так и выглядят. Перед вами один из их представителей. Обратите внимание на два крыла и четыре волосатых щупальца разной длины. А также тоненькие, малюсенькие ножки, которые способны выдержать, казалось бы, большой для них вес. Интересно, несет ли оно в себе угрозу? Сибирские кратеры – это большие в диаметре воронки, достигающие 20 метров в глубину. В большинстве своем они наполнены торфяной водой и возникли из-за скопления метана в местах вечной мерзлоты. Сибирские кратеры – это не просто уникальный природный феномен. Это крик нашей планеты о том, что глобальное потепление – уже сегодня наша реальность, а не вопрос будущего. Не хотел бы я встретиться с этим монстром в реальной жизни. Думаю, что и вы тоже. Этот непонятный объект был вынесен на пляж в Западной Австралии. Нашли его местные жители и сразу сообщили о находке в полицию. Есть предположение, что это часть индийской космической ракеты. Но это наверняка неизвестно. Может, всё-таки НЛО? Как вы думаете? Клейн Кюрасау – небольшой необитаемый остров в Карибском море, где главными достопримечательностями являются здания старого маяка и остров потерпевшего крушение корабля Мария Бьянка. Они сюрреалистически контрастируют с бескрайним морем и белоснежным песком на пляже. Пони Хендж – это коллекция из более чем 30 игрушечных лошадок-качалок, которые с 2010 года озадачивает и восхищает местных жителей и туристов штата Массачусетс. Здесь есть пластиковые деревянные игрушки, современные и винтажные. Всё вместе смотрится весьма оригинально. В мексиканском штате Халиско на холмах Эль Тора были найдены и эти необычные артефакты. Главная особенность – изображение на большинстве из них инопланетных существ и их летательных аппаратов, неизвестных символов и письменных знаков. Что же это – мистификация или реликты древней страны Ацтлан? На вершине горы Чайтио в Мьянге находится необъяснимый артефакт – огромный гранитный валун с построенный на вершине пагодой, расположенный на самом краю небольшого природного уступа. Камень балансирует вопреки законам гравитации, чем и привлекает паломников со всего мира. Эти памятники высечены в скалах в Чунцине, Китай, и датируются VII веком нашей эры. Большинство фигурок посвящены буддистским и даосским темам, в том числе и огромная скульптура круг жизни. В северо-западной части Франции, неподалеку от города Карнак, можно увидеть крупнейшее в мире скопление сооружений из огромных каменных глыб. Их около 3000, а возраст некоторых датируется четырьмя тысячами лет до н.э. Учёные предполагают, что это древняя астрономическая обсерватория. Розетский камень стал ключом к дешифровке египетской иероглифической письменности. Дело в том, что на нём написан один и тот же указ на трёх разных языках, в том числе на древнегреческом. И именно благодаря ему учёным удалось расшифровать другие языки. Крака – это город-призрак, расположенный на юге Италии. В 1963 году здесь произошло землетрясение, вызвавшее множество жертв и разрушений. После этого люди отсюда ушли, а их бывшими домами завладела природа. Огромный плавающий остров, занимающий почти всю поверхность озера, обнаружили в болотах Аргентины при помощи Google Maps. Происхождение его неизвестно, поэтому место сразу обросло массой таинственных теорий. В следующий раз, дотрагиваясь до обычной с виду веточки дерева, будьте предельно аккуратны, ведь она может внезапно ожить. Кажется, у птиц начался массовый заплыв с целью поиска вкусного лакомства. Ну что ж, поменять квалификацию с полёта на плавание никогда не поздно. Наверное, круто почувствовать себя настоящим дирижёром своего личного рыбного оркестра. Прошу вас не удивляйтесь, если однажды вы выйдете на улицу, чтобы сесть за руль собственного авто. И вдруг поймёте, что его уже оккупировали. Вот уж не думаю, что вы были бы рады встретить такого жадного монстра на своей прогулке. Не так ли, друзья? Мечта каждого рыбака. Да что уж там, даже самые неопытные из них в тот вечер могли отправиться домой с отличным уловом. Очень важно уметь выражать себя и свой креатив. И совершенно не важно, кем ты являешься на самом деле – человеком или простым голубем. А вот ещё один представитель подводного мира, чей внешний облик уж больно напоминает всем нам привычную внешность людей. На вершине горы Немру-Дак находится одна из самых интересных достопримечательностей Турции – святилища древних богов Камагенского царства. От огромных скульптур в основном остались, к сожалению, только головы. Ну и они выглядят очень впечатляюще. Недавно в Намибии был обнаружен корабль, затонувший 500 лет назад. В нём нашли золотых монет на 13 миллионов долларов. По-видимому, это португальское судно «Добрый Иисус», пропавшее без вести по пути в Индию. Вот такая двуглавая черепаха родилась не после ядерной катастрофы, а в обычном зоопарке. По-видимому, это близнецы, не разделившиеся при рождении. Они отлично функционируют, хотя и выглядят немного странно. Нет, это не инопланетный пейзаж, а национальный парк Ленсойш-Маранинтенш в Бразилии. Здесь пески перемежаются с озёрами, в которых водятся рыбы, моллюски и даже кайманы. Как и любые дюны, они перемещаются под действием ветра, а вместе с ними двигаются и водоёмы. В октябре 2021 года археологи нашли в Иерусалиме красивую аметистовую печать. Эксперты полагают, что один из выгравированных в ней символов – хурма – очень изысканно исчезнувший сорт, а сам артефакт принадлежал Клеопатриям. Долина Кувшинов – так называют плато в горах на севере Лаоса, потому что оно всё усеяно огромными сосудами диаметром от 1 до 3 метров, высеченными из камня. Есть легенда, что их оставили там великаны, которые варили в них рисовое пиво. Хайребенакал – каменная достопримечательность индийского штата Карнатака. Это дольмены с круглыми входными отверстиями, напоминающими жилища с окнами. Скорее всего, они являлись погребальными сооружениями. Это древняя шумерская игра Ур, названная так в честь города, где её нашли при раскопках. Её правила постарались восстановить археологи, и, по-видимому, она заключалась в передвижении фишек по полю. Однако мы никогда не узнаем, верно ли это предположение. Солнечные ладьи – два полноразмерных грибных судна, которые нашли в запечатанных тайниках у подножья пирамиды Хеопса. Они смогли сохраниться благодаря тому, что находились в герметичных отсеках из известняковых плит. На лодках остались следы эксплуатации. По-видимому, фараон пользовался ими в реальной жизни. Кубок Ликурга – это сосуд из двухслойного стекла, в котором внешний слой представляет собой ажурный рельеф. Он был изготовлен в IV веке в Риме или Александрии, и мог стать лишь изящным образчиком античного искусства, если бы не одна особенность. Он меняет цвет в зависимости от освещения или того, какую жидкость в него наливают. Мечеть Лара Банга – самая старая в Гане и одна из старейших в Западной Африке. Она построена в западно-суданском архитектурном стиле в 1421 году. Башня в форме сахарной головы обращена в сторону Мекки, а вторая – лестничная башня. Недоступна для немусульман. Пума-Пунку или Врата Пумы – ритуальный мегалитический комплекс, возведение которого датируется VI веком н.э. Гигантские гранитные блоки разбросаны по плато, как детские кубики. Интересно, для чего было создано это место. Гуляя в Южной Калифорнии вдоль песчаного пляжа Виктория в Лагуна-Бич, вы найдете 18-метровую башню, которая выглядит так, как будто в ней живет принцесса из сказки. Подняться на нее нельзя. Она находится в частной собственности, но на нее можно полюбоваться со стороны. Этот корабль-призрак был роскошной гоночной яхтой под названием «Кельт», патрульным катером во время обеих мировых войн, плавучей лабораторией Томаса Эдисона, экскурсионным кораблем в Нью-Йорке и второстепенным персонажем в клипе «Мадонны». Жаль, что последний хозяин не смог его восстановить и просто забросил. В 1900 году в районе острова Антикетера в Эгейском море было обнаружено древнее судно. На нем было найдено множество разных вещей, в том числе непонятный механизм с циферблатами и шестеренками. Предполагается, что он служил для предсказания различных астрономических событий. Китайская деревня Ху-Ту-Ван раньше была оживленным рыбацким поселком. Однако в 90-х годах XX века порт пришел в упадок, и вскоре остров опустел. Сейчас деревня поглощена растительностью и привлекает множество любителей экстремального отдыха. 6 октября 1941 года британский военный корабль «Тиста Ле Горм» был атакован немецкими бомбардировщиками и затонул в Красном море. Сейчас он стал одним из самых популярных мест погружений для дайверов из Хургады, Эль-Гуны и Шарм-эль-Шейха. А сейчас мы переместимся в сердце Австралии. Именно там расположена эта удивительная скала, похожая на застывшую волну. Гранит, миллионы лет поддававшийся выветриванию и эрозии, сформировался вот в такое чудо природы. Впечатляет? Мужчина из Флориды заснял на реке недалеко от своего дома странное явление. Каждый раз, когда на поверхность водоема выплескивали воду, там начиналось какое-то бурление. И что это такое, так никто и не смог установить. Видите странную высокую фигуру на заднем фоне видео этого велосипедиста? Вот и ему она показалась похожа на смерть. И он поспешил ретироваться. Насекомое, мирно сидящее на дереве, выглядит так, будто сошло с картины какого-то художника. Или все же лицо ему рисует наше воображение? Как думаете? Да уж, друзья, чего только не увидишь на дорогах поблизости военной базы Зона 51 в Техасе. Вопросов возникает немало. Что-нибудь о самых необычных деревьях в мире вы, может быть, что-то и знаете. А вот видели на их коре паразитические татуировки. Нет, то, что вы сейчас видите, не НЛО, севшая на мель. Это Бузлуджа, гора, на которой находится самая большая заброшка Европы, дом-памятник болгарской коммунистической партии. Здание использовалось около 10 лет и оказалось ненужным после смены режима. Это кладбище кораблей, расположенное недалеко от австралийского острова Мортон, было создано намеренно. С 1960 года в течение 20 лет здесь затопили несколько судов, чтобы создать волнорез. Теперь затонувшие корабли превратились в искусственную экосистему. Люди использовали средства для счета и вычислений с незапамятных времен. И об этом свидетельствует и данный артефакт. Первый в мире карманный калькулятор. Он был найден в Кенте во время строительных работ и датируется XIV веком. В пещере Перо во Франции был найден кельтский церемониальный шлем. Это одно из крупнейших произведений всего гальского искусства. Он хранится в музее Ангулема и датируется примерно V веком до н.э. Шлем покрыт золотом и, вероятно, использовался только в церемониях или был просто подношением. Нет, это не кадры из какого-то фантастического фильма. Перед вами необычный остров Лансарото, известный также как остров огнедышащих гор. Над его ландшафтом изрядно поработали вулканы. И теперь там выращивают виноградники. Может, конечно, происходящее можно объяснить и с научной точки зрения, но я делаю ставку на невиданное морское чудище под водой. А ваши догадки какие? Картинка, словно воплощенная в жизнь из Пинтерест. Но это наша с вами реальность, и она прекрасна. Если честно, я бы вряд ли смог решиться так вальяжно расхаживать по столь неустойчивой поверхности из камней. Мало ли что там под ними. Пернатая бедолага попала в очень неприятную для себя ситуацию. Благо, что помощь пришла оттуда, откуда ее не ждали. Пещеры Тысячи Буд в Кизили на северо-западе Китая были высечены в скалах примерно 2300 лет назад. Сейчас известно о 236 пещерных храмах, которые простираются с востока на запад на 2 километра в длину. Стены пещер расписаны фресками в разных стилях. Высоко в горах Северной Эфиопии находится город Лалибелла, известный своими высеченными в камне христианскими церквями. Самое почитаемое из них – храм Девы Марии, окна в котором сделаны в форме римских и греческих крестов. А самое необычное – храм Святого Георгия, вырубленный в виде симметричной крестообразной башни. Чан-Чан – древний перуанский город, расположенный на берегу Тихого океана. Именно здесь была найдена деревянная скульптура, относящаяся к периоду ранней культуры Чиму, процветающей доиспанской цивилизации. Она очень искусно выполнена и украшена. По толще голубой воды рядом с небольшим островком Чуук в Тихом океане находится крупнейшее кладбище кораблей в мире. Оно появилось во время Второй мировой войны, когда американцы потопили 60 японских военных судов и 275 самолетов. Все они так и покоятся на дне лагуны. В Шотландии на острове Стафа расположена пещера Фингала, которая привлекает толпы туристов не только тем, что ее стены состоят из шестиугольных колонн. Она также издает необычные звуки, которые напоминают пение. Этот грот повторяет шум морских волн, бьющихся о скалистый берег острова. Горы Цяньцзы, расположенные в Китае, являются частью национального парка Джанцяньцзэ. Полюбоваться на них каждый год приезжает огромное количество туристов. Особенно популярным этот парк стал после выхода фильмов «Аватар». А чтобы рассмотреть горы вблизи, посетители могут воспользоваться канатной дорогой. На рубеже 19-20 веков шотландский предприниматель Генри Баннерман купил небольшой остров на реке Гудзон и выстроил там замок, в котором хранил свое оружие. Но в 1918 году, в крышу арсенала попала молния. Говорят, что взрыв был слышен даже в Нью-Йорке. Сегодня от замка остались развалины, но посетить их все же интересно. Мало того, что многие и так боятся пауков, так тут еще членистонога имеет довольно нелицеприятный вид. Причем в прямом смысле слова. Кажется, природа решила немного поиграть в художника и придать ярких красок одному из своих творений. Высокая волна на пляже заставила людей выйти на берег, но дельфины продолжали в ней резвиться. Каково же было удивление отдыхающих, когда они поняли, что прыгающие вдалеке существа вытягивают вперед руки. Кто это? Русалки? Это видео было снято в парке Китая. И если честно, то я совершенно не понимаю, что здесь происходит. Но эти черные субстанции выглядят пугающе. Рукопись Войнича – один из самых странных предметов, хранящихся в библиотеке Ельского университета. Это крошечная записная книжка с рисунками растений, рецептами и изображениями обнаженных женщин. Но текст в ней написан на языке, который до сих пор не смогли расшифровать. Полюбуйтесь на самую редкую в мире ткань – шелк, сотканный миллионом крохотных паучков. Эта золотая накидка считается самым большим полотном, когда-либо созданным таким способом. Для ее изготовления потребовалось три года. Этот древний камень Омфолос, что означает «пуп мира», был найден в греческом городе Дельфы. Миф гласит, что Зевс выпустил двух орлов, одного на восток, другого на запад, и хищные птицы воссоединились прямо над Дельфами. Тогда бог бросил с неба камень, обозначив таким образом центр мира. Ванну из цельного куска мрамора, который 1800 лет, полиции пришлось отбивать у контрабандистов в районе города Каракасу на западе Турции. Ценность была изъята в момент продажи и доставлена в местный музей Афродисиады. Знаменитые геоглифы пустыни Наска часто называют взлетными площадками для инопланетян. Но судя по тому, что рядом с такими рисунками нередко устраивались храмы и жертвенники, то, скорее всего, они были обращением к богам с какими-то просьбами. Эти древние амфоры нашли бойцы одного из подразделений Одесской территориальной обороны, когда копали окопы. По приказу командира, ценные находки были переданы в Одесский археологический музей Национальной академии наук Украины. Предварительно амфоры датированы 4-5 веками до нашей эры. Эта полузаброшенная электростанция расположена в Венгрии. В начале 20 века она была самой современной и красивой в Европе. Её дизайн выполнен в стиле ар-деко. Сейчас объект используется только частично. Зато в диспетчерскую можно сходить на экскурсию и полюбоваться на архитектуру. Складывается впечатление, что какой-то грязевой монстр так и хочет вырваться к нам наружу из-под земли. Если вы переживаете, где взять качественную наживку для предстоящей рыбалки, то не заморачивайтесь. Как видите, достаточно только личного присутствия на данном мероприятии. Прозрачное существо в бочке, по всей видимости, послужило источником вдохновения для фильма «Чужой». Не иначе. Необычные переливающиеся облака были замечены в Норвегии, покорив своей красотой сердца многих очевидцев происходящего. Рыба как будто сошла с ума, прибившись к берегу. Зато сколько радости у отдыхающих. Пока одни просто наблюдают за необычным зрелищем, другие даже пытаются поймать голыми руками себе несколько штук на ужин. Кому-то несказанно повезло собственными глазами увидеть такое чудесное природное явление, любоваться которым можно долго. Целое полчища зеленых, невероятно симпатичных птичек собралось прямо на улице возле чьего-то дома. Но как тут не полюбоваться ими? Когда у природы хорошее настроение, она не ленится создавать нечто уникальное, совершенное и неординарное. И вот очередное доказательство. Ледяные скульптуры порой создаются не только руками опытных мастеров. Я же говорю, посмотрите только, как обычные деревья словно волшебным образом создали настоящую зимнюю сказку, привлекая к себе взгляды восхищенных прохожих. Когда в Индии одна семья обнаружила на территории своего дома змею невиданных размеров, их страху и панике просто не было предела. Да и неудивительно. В морских просторах живут невероятно красивые существа, которые не так часто балуют людей своим присутствием. Но если уже и выплывают, то взгляд оторвать от них просто невозможно. Четырехметровый мраморный памятник распятия Иисуса Христа был найден на дне озера Мичиган. На самом деле это не древняя археологическая находка, а статуя, созданная в 1956 году на заказ итальянской семьи в память об их погибшем 15-летнем сыне. Кровавый водопад – современный природный феномен, который обусловлен глобальным потеплением. Из-под ледника появилась вода с высокой концентрацией железа, с которым начали взаимодействовать еще малоизученные бактерии. Такое взаимодействие заставляет ученых думать, что жизнь на Марсе все-таки возможна. Додекатеон – предмет необычной формы родом из Древнего Рима. Он состоит из 12 плоских граней с кругами разного диаметра в центре каждой из них. Это замысловатое устройство было у каждого уважающего себя математика, так как служило помощником в различных геометрических измерениях и чертежах. Люди случайно наткнулись на необычную металлическую сферу, вид которой мог указывать на ее внеземное происхождение. Мертвые деревья – это последствия иссушения территории, на которой они когда-то цвели и пахли. Пугающее зрелище, не правда ли? Такая картина заставляет задуматься над тем, что все не вечно. Диск Сабу – артефакт, возраст которого предположительно более 5000 лет. Этот предмет заставляет тысячи ученых ломать голову над его предназначением, так как он по своей функциональности скорее должен относиться к более позднему периоду. Однако это не так. Многие археологи склоняются к тому, что это атрибут высокоразвитой цивилизации, упоминания которой история еще не содержит. Замысловатые узоры на полях встречаются по всему миру, и зачастую никто не может объяснить, как они там появились. Призрачный лес – манифест могущества природы В начале XVIII века сильные землетрясения потрясли Америку и сместили береговую линию, унеся под воду прибрежный лес. Однако в 1997-1998 годах вдоль побережья Орегона и Вашингтона пронеслись сильные бури, которые разнесли песок, невольно оголив стойкие пни с сильнейшей корневой системой, которые сохранились под слоем песка и воды даже спустя столько лет. Впечатляет, не правда ли? Радужный эвкалипт – это поистине одно из самых необычных деревьев на нашей планете. Его уникальность заметна даже невооружённым взглядом. Причиной такого окраса служит влияние жаркого тропического климата на пигментированные клетки, цвет которых меняется с возрастом дерева. Сколько раз бы я не смотрел это видео, всё равно не могу понять, что там за странное существо. Его неоднократно видели в реке в Сингапуре. Сначала кажется, что это рыба, но потом вы замечаете крысиный хвост. Как будто какой-то эксперимент по скрещиванию пошёл не по плану. Эти жуткие душераздирающие звуки мгновенно стали причиной слухов о морском чудовище среди местных жителей. Белая лошадь Весбери – самая известная древняя достопримечательность английского графства Уилтшир. Она представляет собой геоглиф размером 55 метров в высоту и 52 в ширину, вырезанной на склоне холма. Учёные предполагают, что фигуре примерно 400 лет. Но точная дата её возникновения неизвестна до сих пор, как, впрочем, и то, кто её создал и зачем. Фотограф запечатлел брачный период у грибов. Невероятно красивое зрелище. В каждом уголке нашей загадочной планеты таится множество секретов, ожидающих быть разгаданными. От затерянных в джунглях цивилизаций до подводных городов, скрытых в глубинах океанов. Эта бесконечная карта чудес вызывает мурашки от волнения и предвкушения. Ведь никто не знает, какие истории открытия ждут нас впереди. Возможно, в нашем мире уже не осталось места для неизведанных существ. Но когда-то они определённо бродили по Земле. Однако внешний вид этой конкретной особи вызывает не столько удивление, сколько глубокий шок. Словно природа решила поэкспериментировать, смешав несмешиваемое.